Прибыль компании увеличилась больше, чем на 50%, а инвестиций нет. Почему? Неопределенность экономической политики. Никто не знает, что будет завтра. А потому программа Минэкономразвития обречена на провал. Единственный шанс улучшить инфраструктуру, начать вкладывать деньги не в американские облигации, не в поддержку банковского сектора, а в страну. В ту самую дорогу в центре Самары, которая вымощена шпалами. Мария Иваткина, Дмитрий Соколов, Царьград. Итак, на дороге денег нет, на инфраструктуру денег нет, на медицину, на образование денег нет, на индексацию пенсии работающим старикам денег нет, а на вложение, так называемое инвестирование в западные фантики, деньги есть. Более чем странная ситуация. Отмечу, что во втором квартале объем внешнего долга России вырос на 2,5% и достиг уровня в 525 миллиардов долларов. Запомните эту цифру. У меня вопросы есть к нынешнему руководству российского ЦБ и федерального правительства. Господа, а если вам завтра американцы заморозят или заблокируют счета в западных банках, вы что будете делать? Вы отправили из России в американские гособлигации «Вест Трежерис» более 100 миллиардов долларов русских денег. Вы готовы к дню всепрощения, когда Вашингтон вам помашет ручкой? Такой день всепрощения. Нам врагов не надо, мы сами дурь сотворим.